В 2014 году муниципалитет выделил новое помещение для городского архива. Сегодня его сотрудники ведут большую работу по комплектованию и учету документов. В прошлом году в рамках государственной программы из республиканского бюджета были выделены деньги на капитальный ремонт и приобретение новой мебели. Для обеспечения сохранности архивных документов и укрепления материально-технической базы приобретены и установлены передвижные стеллажи. Общая сумма 2 миллиона 720 тысяч, выделены республиканским бюджетом. Благодаря этим мобильным стеллажам у нас площадь архива хранилища увеличилась и документы все теперь располагаются компактно. Площадь двухэтажного здания почти 800 квадратных метров. Бюджета выделено более 10 миллионов рублей. Ремонт завершили в августе прошлого года. Благодаря проведенному ремонту у нас появились все необходимые кабинеты и помещения для полноценной работы архива. То есть появилось серверное, помещение для учетных документов, читальный зал, в который могут прийти люди, пользователи и просматривать документы, интересующие их. За прошлый год в архив за получением справок обратилось более 6500 человек. Количество запросов увеличивается из года в год. В связи с этим на портале государственных услуг появилась новая вкладка. Прием заявлений о выдаче архивной справки о стаже и заработной плате в электронном виде. По республике Петербурган он может подать заявку в любой архив. И способ получения тоже может выбрать любой. Первый способ это получение в МФЦ. Также может пользователь получить лично в архив, придя в любом архиве города, по республике Петербурган или района. Но в Нижнекамске он может обратиться только в МФЦ. Если же справка о зарплате и стаже нужна вам лично и предъявлять вы ее нигде не будете, то и ходить никуда не придется. Вы можете получить ее по почте в электронном виде также через портал госуслуг. На сегодняшний день услугой уже воспользовались 184 человека.